Библейский портал экзегет.ру представляет Достачтимые друзья, мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы приступаем к изучению восьмой главы этого Евангелия. И первая тема – Иисус прощает взятую в прелюбодеяние. И мы читаем с первого стиха ниже. Иисус же пошел на гору Ильонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. И, поставив ее посредине, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Надо сказать, что Ильонская гора – это очень такое знаковое место. И то, что это повествование начинается со свидетельства о том, что Иисус пошел на гору Ильонскую, Ильонская гора Ильонская гора Олив означает высоту благости и милости Господа, потому что по-гречески «олеос» – милость, а «олеон» – елей. И само помазание елеем, изнемогающим и страдающим, приносит облегчение. Но важно и то, что елей отличается достоинством и чистотою. И если ты захочешь налить поверх него какую-то другую жидкость, он сразу проходит через нее и поднимается наверх, знаменуя нелживо благодать небесного милосердия». Действительно, божественное милосердие превозносится над божественным правосудием, над божественным судом. И мы призываемся к тому же, потому что суд без милости по отношению к тем, которые не оказали милости. И после того, как Господь был на Еленской горе, этой горе милосердия, он отправляется в храм. Зачем Господь ходил на эти горы? Обычно, когда Христос удаляется на какую-то гору, Он это делает чаще для молитвы. В одном случае Он это сделал для преображения, в другом случае для нагорной проповеди, чтобы как бы оторвать своих слушателей от повседневности и приподнять над обычным ландшафтом бытия. Итак, Христос опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему, Он сел и учил их. Последние его поучения, которые были в храме, они носили очень такой сокровенный характер. В этих поучениях Он касался тем, которых не касался ранее. Он как бы все это оставил напоследок. Народ приступает для чудес, как пишет блаженный Феофилакт. Ученики приступают для наставления в вере, а книжники и фарисеи для того, чтобы искусить Спасителя. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, обратим внимание, что это была женщина, не дева, взятая в прелюбодеяние, а женщина. «Привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и поставили ее посреди. И сказали Ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние». Сразу обращает на себя внимание то, что прелюбодеяние – это какой-то обоюдный акт. А где мужчина, который должен отвечать вместе с женщиной, взятой в прелюбодеяние? «И сказали Ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Это вопрос, заданный со злым умыслом. Если Он скажет, не надо побивать камнями, они скажут, он не соблюдает закон Моисеев. Если Он скажет, побейте камнями, они скажут, он жестокий. И с другой стороны, если Он скажет, побейте камнями, он утвердит смертный приговор. А по законам того времени утвердить смертный приговор мог только прокуратор Понти Пилат. И это уже было бы политическое обвинение. Его бы обвинили в жестокости и в том, что Он присвоил себе права прокуратора. Потому что мы знаем, что евреи могли выносить смертный приговор, но утвердить его мог только прокуратор. Так в случае с казнью Христа они вынесли приговор, а на утверждение этого приговора отправились к Пилату. С другой стороны, здесь есть некое лукавство этих людей. Они говорят, а Моисей в законе повелел нам побивать таких камнями. На самом деле, Моисей этого не повелевал. По закону Моисееву побить камнями, взятую в прелюбодеяние, можно было только обрученную девицу. И об этом говорится в Второзаконии, 22 глава, с 23 по 24 стих. С другой стороны, требовалось наказание именно обеих сторон, и мужчины, и женщины. Об этом говорит Левит, 20 глава, 10 стих, и Второзаконие, 22, 22. Поэтому здесь мы видим много таких вот неточностей. они ведут себя, книжники и фарисеи, неаккуратно. Возможно, это связано с тем, что они уже отчаялись уловить Христа в каких-то словах. И далее мы читаем, говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Что он писал? Во-первых, они неправильно сослались на Моисея. Но в действительности закон Моисеев не есть закон Моисеев, а закон Божий. Моисей только записал то, что Ему повелел Бог. А кто Ему повелел записать? Божественный Логос, то есть Христос, Божественное Слово. Как сказано в Новом Завете, Дух Христов издревле говорил в пророках. Издревле говорил в пророках. Он и есть Слово Божие. Именно о Нем сказано. «Вначале было Слово и ниже, и Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины». И когда он пишет на земле, он показывает, что он автор закона. Такое столкование нам предлагает блаженный Иероним Стридонский. – это его толкование против Пелогея. С другой стороны, что же он пишет на земле? Блаженный Иероним пишет, «Очевидно грехи тех, кто обвинял и всех смертных, согласно написанному у пророка, оставившие же тебя, то есть Бога, пусть будут записаны на земле». Здесь цитируется Иеремия, 17 глава, 13 стих по тексту Вульгаты. «Оставившие тебя, пусть будут записаны на земле». Как это могло выглядеть? Христос сначала смотрит на человека, потом нагибается, начинает писать его грехи на земле. Потом он смотрит на другого человека, обвинителя, и начинает писать его грехи на земле. И они понимают, что каждого из них можно побить камнями по закону Моисеева. А вот эту женщину нельзя. Она не обрученная девица, ничего такого здесь не сказано. А Христос показывает, что все эти люди, они мало чем отличались от этой блудной женщины. На самом деле, об этом очень много писали святые отцы, человеку свойственно подозревать и обвинять в своих собственных грехах окружающих. Поэтому вот та мысль, которая пришла им в голову поймать эту женщину и бросить к ногам Иисуса по обвинению при любодеянии, она возникает не спонтанно. Они спроецировали свой грех на эту женщину и на эту ситуацию. поэтому когда о ком-то говорят плохо, это характеристика не тому, о ком говорят плохо, а это характеристика тем, которые говорят плохо. Григорий Богослов так и учит, что людям свойственно обвинять других людей в своих грехах. Они как бы видят весь мир через призму собственных очков с определенной раскраской и все видят в том цвете, в каком им это представляется. Есть такая история монашеская. Три монаха сидели в монастырском саду и увидели, как один брат монах, думая, что никто его не видит, перелез через монастырскую стену и побежал в деревню. Один монах подумал блудить побежал, другой монах подумал воровать побежал, а третий подумал он тайно занимается благотворительностью и чтобы никто не увидел, он ночью перелез через монастырскую стену, чтобы из братьев никто не видел, и ночью отправляется в деревню, чтобы там никто не понял, кто же принес эту помощь. То есть каждый спроецировал свое мировосприятие на этот случай. Поэтому для христиан очень важно не впадать в ханжество. Ханжество это когда каждый из нас имея свои какие-то грехи он начинает копаться в преступлениях других людей. И Христос пишет грехи этих людей перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он восклонившись сказал им грехи, которых он он уже написал, кто из вас без греха первый брось на нее камень. Оказывается, право суда над другими людьми имеют безупречные люди. А человек, который имеет собственные проблемы, он не может совершить суд над другими людьми. Это будет суд над самим собою. Ибо мера того, как мы относимся к другим, точно может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам самим. Григорий Великий пишет «Ну и что же тогда ответил Господь, что вещала истина, как говорила премудрость, как реагировала праведность, когда ее пытались очернить? Он не сказал «Не побивайте ее камнями», иначе могло казаться, что он говорит против закона. Но Бог препятствовал тому, чтобы он сказал «Побейте ее», ибо он пришел не потерять, что нашел, но взыскать, что потеряно. Что же ответил? «Смотри, сколь праведен, сколь кроток, сколь истинен его ответ. Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Это глаз правды, и пусть грешник будет наказан, но не грешниками. Пусть закон будет исполнен, но не приступающим и закон. И далее мы читаем «И опять наклонившись низко писал на земле». А что он писал в этом случае? Что полагается по закону Божию за каждый грех тех людей, которые стояли рядом? «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Итак, Христос остается один на один с этой женщиной, все обвинители разбежались, потому что они боятся, что они тоже могут быть обвинены. Григорий Великий пишет «Тот, кто прежде не судит себя самого, не знает, что правильно судить в другом. Даже если он узнал по слухам, что должен правильно осудить, однако не может судить чужие проступки тот, кому сознание собственной невиновности не дает никакого критерия суда». Получается, с одной стороны не может судить тот, кто сам преступник, с другой стороны не может судить тот, кто уверовал в свою невиновность, свою исключительность, свою праведность, автономной от других людей, столь непохожих на него, как он думает. На самом деле, все люди даже очень и очень похожи друг на друга. Когда человек становится священником, не диаконом, а вот именно священником, и если в течение двух-трех лет он исповедует людей, он абсолютно одинаково ровно начинает относиться к людям. Люди очень похожи друг на друга. Если первые исповеди, которые принимают священники, они могут ошарашить священника, то потом он убеждается в том, что люди действительно находятся все в каком-то одинаковом состоянии, одинаково греховном. А если учесть, что на исповедь ходят люди религиозные, верующие, то можно только догадываться, в каких грехах пребывают те, которые даже не стремятся к исправлению своих нравов. Итак, Христос, который остается один на один с этой женщиной, это Христос, который пришел спасать неправедных, а грешных. Ради нее, получается, в этот день он поднялся на гору Милосердия, Иллионскую гору, где молился, потом пришел в храм. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала «Никто Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не грежи». Вот здесь немножко непонятно, почему Христос не осуждает ее. Но то, что он ее на смерть не осуждает, это понятно, потому что закон Моисеев в таком случае не предполагает смертной казни. Но он как бы совсем ее не осуждает. С чем это может быть связано? Дело в том, что грехи любого из нас – это результат, если хотите, продукт того контекста, в котором мы существуем. И если человек, который вырастает среди других людей, заражается чаще теми или иными грехами уже в собственном доме, он в беззаконии зачинается, в грехе рождается, а выйдя за порог своего дома, он еще больше погружается в мир греха. Поэтому грех – это реальность, которая сопровождает человека от момента зачатия и до его смерти. Но даже после смерти он остается один на один со своими грехами в аду и страсти терзают его душу, не имея возможности никак реализовать себя. Поэтому ад для наркомана – это будут вечные ломки, которые будут только усиливаться, ад для пьяниц – это невыносимое похмелье, и человек ничего не может с этим сделать, ад для блудника – это вожделение, которое будет сжигать его, но он не будет иметь возможности никак его удовлетворить. Мы должны смотреть на каждого человека именно с той точки зрения, что не только он отвечает за свои поступки, но его семья, его окружение, те люди, которые совершали вместе с ним грехи, они тоже участники этого падения. Все, наверное, вы читали роман графа Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», где описывается, как один молодой помещик, он совратил Катю Маслову, когда она была на иждивении у его теток, и откупился деньгами, и уехал, и забыл про нее. А потом, через некоторое время, она оказалась на положении беременной, ее прогоняют из этого дома, она попадает в публичный дом, там происходит преступление, она на скамье подсудимых, прошло уже какое-то время, а этот помещик, он участник процесса в качестве присяжного заседателя. И когда озвучивают, кто она такая, он ее вспоминает, и он понимает, что бы она ни сделала, это его грех. он развратил эту девицу, он поломал всю ее жизнь, получив какое-то такое быстро проходящее наслаждение. И до тех пор, пока мы не будем чувствовать ответственность за других людей, едва ли мы сможем им помочь. Человек должен осознавать, что он лично ответственен перед Богом за всех людей, с которыми он соприкасается в этой жизни. И он должен стараться распространять вокруг себя положительное влияние, дабы эти люди вели нормальный образ жизни. Но если мы заражаем людей собственными грехами, это проблема. И эта проблема не прекратится даже после нашей смерти, потому что те влияния, которые мы оказываем на людей в этой земной жизни, хорошие или плохие, они продолжают существовать в лице этих людей, и после нашей смерти. И не всегда мы можем исправить то, что мы испортили, и не всегда мы можем даже вспомнить, против кого мы совершили какое-то безнравственное действие, подтолкнули человека к грубости, к каким-то другим грехам, к раздражительности, вывели его из себя, спровоцировали на грех и так далее, и так далее. Поэтому мы должны очень серьезно относиться ко всем нашим деяниям, которые связаны с другими людьми, и очень серьезно относиться к каждому слову нашему, которое обращено к тому или иному другому человеку. и так и так прочитали, что обличенные совестью обвинители разошлись. Блажен Августин пишет, сраженные 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 голосом правды словно стрелой, они вопрошают себя, находят себя виновными и один за другим уходят. То есть они покидают это место и потом Христос говорит, обращаясь к этой женщине, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Августин истолковывает эти слова пишет, остались двое страдалица и сострадание. Стало быть, те, рассмотрев сами себя и своим уходом все себе сказав, оставили женщину, обремененную великим грехом, вместе с тем, кто без греха. И поскольку она это слышала, кто без греха первый бросит в нее камень, она думала, что тот ее накажет, в ком нельзя найти греха, а тот, кто отразил ее противников языком правды, подняв на нее кроткие очи, спросил ее, никто не осудил тебя. Даровал прощение, но, даруя прощение, подняв голову свою, сказал ей, никто не бросил в тебя камень, и она не сказала, почему, что я сделала, Господи, неужели я виновата, не сказала этого, но сказала никто, Господи, ибо она сама себя осудила. А это означает, как в Писании сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная милость. Августин продолжает, те не могли ее одобрить и сами скрылись, но она исповедалась в том, что Господь прекрасно знал, что Он искал ее веры и исповедания. Никто не бросил в тебя камень, а она никто, Господи, никто, потому что исповедал свои грехи, а ты, Господи, потому что помиловал. Никто, Господи, и то, и другое я понимаю. Кто ты? Я знаю. Кто я? Я знаю, как бы говорит эта женщина. Ибо тебе исповедуюсь, ведь я слышала, исповедуйтесь Господу, ибо Он благ. Итак, Илеонская гора – это удивительное место, где созревали оливы, символ милосердия. Именно сходя с этой горы, Христос входит в Иерусалим и совершает этот акт милосердия. Но до этого Христос сходит с небес, воплощается на земле и приходит не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти мир. Ибо небеса полны милосердия, а ад на земле. Каждый из нас творит свой собственный персональный ад в своем собственном сердце. И когда он умирает, он остается один на один с тем адом, который он сотворил, и невыносимые муки объемлют его. Христос не оставляет эту женщину без наставления. Сказав «И я не осуждаю тебя», он добавляет «Иди и впредь не греши». Если бы я был бы настоятелем какого-нибудь храма, то на выходе из храма я бы повесил вот эти слова «Иди и впредь не греши». Заключил бы их в кавычке Евангелие от Иоанна. Это было бы очень знаменательно, потому что храм – это место, где мы сталкиваемся с божественным милосердием. И вкусив Божьей милости, мы выходим из храма и как Господне руководство к действию вот этот призыв «Иди и впредь не греши». Но как это сделать? Может быть, легче сказать «Иди и не греши»? А как это сделать? Ведь мы много раз принимали личные решения уже не возвращаться к нашим грехам. Но это происходит вновь и вновь. В течение многих лет мы исповедуемся в одних и тех же грехах. И нам может показаться, что ситуация совершенно не меняется. Но на самом деле это не так. Христианин призывается Словом Божьим, Новым Заветом, ходить в обновленной жизни. Силами врачующих таинств мы обретаем возможность преодолевать грех в самом себе. И отказ от греха имеет очень серьезную мотивацию. Это Божье прощение, которое спасает нас от проклятия греха. Эта женщина заслужила казни. Если не в этом случае, у нее были какие-то другие грехи. Закон Моисеев был очень суров по отношению к разным грехам. И она прощена. Ей прощено много. А это значит, она много любит. А любовь это и есть стремление исполнить волю любимого. То есть хорошей мотивации исполнять Божий закон. Но если кто-то исполняет Божий закон, имея в виду какую-то другую мотивацию, например, чтобы не попасть в ад, человек хочет исполнять закон. Это дурная мотивация. Хотя иногда она срабатывает. Сказано о иных страхах спасать. Но она не может быть такой долгосрочной мотивации. Потому что каждый носит свой ад в своем собственном сердце. Как сказано из сердца исходят убийства, кражи, блуд и так далее. Может быть мотивация не грешить, чтобы создать себе нормальное лицо в обществе. Человек устал о том, что его обвиняют в разных грехах, и он принимает решение не грешить, но эта мотивация не поможет ему долго продержаться в таком состоянии. Но если пережив Божье прощение, он в сердце своем обнаруживает желание отблагодарить Бога за дар вечной жизни, в сердце, где поселяется Христос, через благодать изгоняя из сердца наши грехи, это самая правильная мотивация. Любящий Господа сказано исполнит закон. Это очень взаимосвязано. И если у нас не получалось бороться с какими-то грехами, возможно, это связано с тем, что отказываясь от греха, мы имели мотивации то, что мы дали обещание священнику. Мы дали клятву самому себе не возвращаться к табаку, к алкоголю, к какой-то другой проблеме. это не очень нам помогло. Но когда мы переживаем подлинное покаяние, а покаяние дает нам осознание Божьей милости, прощения, мы не зависаем в вакууме каком-то неизвестности в момент раскаяния. Мы чувствуем Божью любовь, заботу и милость. Особенно когда после исповеди священник накрывает и Петрахилию нашу голову, читает разрешительную молитву, потом мы идем причащаться тела и крови Христа. Мы возвращаемся в рай сладости. Открытые царские врата в момент причастия они как раз свидетельствуют о том, что для каждого причастника начинается вечная жизнь в Боге и с Богом. Ведь нас так и причащают в оставлении грехов и в жизнь вечную. Если бы человек мог бы сохранять это состояние от причастия до причастия, это было бы очень благостное такое решение. И далее мы читаем «Опять говорил Иисус к народу и сказал им «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». На еврейском языке свет это «ор». «Ор». И мы видим из Писания, что свет является в некотором смысле как бы первым Божьим творением, которое возникает речением Бога. И сказал Бог «Да будет свет и стал свет». Свет, как я часто объясняю, не является самостоятельной субстанцией. Он должен что-то высвечивать, от чего-то отражаться. В каком же смысле свет является по Дамаскину первым творением? В том смысле, что таким образом Бог обозначил смысл сотворения мира, дабы во свете его мы узрели свет. Даже закон не лишен был этого света, строгий закон Божий, ибо слово Тора имеет корневой основы слова Ор, свет, поэтому правильно Тора переводить не как закон, а как просвещение. В каком же смысле закон Моисеев был просвещением? Он указывал на Христа. Закон, пророки и Писания, Тора, Набиим, Катубим, они указывали на Христа. И так Христос говорит о том, что Он есть свет миру. Каким же образом этот свет проникает в наши сердца? Он проникает в наши сердца через чтение и изучение Святого Евангелия. Он проникает в наши сердца через Таинство Церкви, которые совершаются действия Духа Святаго, но совершителем которых является Христос. Ибо начало всех Таинств Церкви это страсти Христовы и Его крестная смерть и чудо Его Воскресения. Итак, Христос говорит, что Он есть истинный свет для этого мира. Но в свете нуждается то, что пребывает во тьме. Мир действительно пребывает во тьме. Народ, сидящий во тьме, увидел свет. Было сказано о пришествии Христа древними. Мир оказался во тьме сразу, как только произошло грехпадение. И во дне Иисуса Христа был такой обычай. Он у евреев продолжается с древних времен до нашего времени. субботние свечи в пятницу вечером зажигает женщина. Почему? Потому что наша праматерь Ева как бы погасила духовный свет. И есть смысл женщине стремиться к тому, чтобы свет вернулся в этот мир. Откуда же происхождение этой Агады? Каждая еврейская девица мечтала стать матерью Мещиаха Христа. Таким образом, если через праматерь Еву свет покидает этот мир, то через Деву Марию свет возвращается в этот мир. И это уже не вожжение субботних свечей, которые горят только один день, потом гаснут, и надо очищать подсвечник. Покой во Христе, начавшийся в этой жизни, уже не прекращается и в вечности. То, что называется не суббота, а субботство, непрерывное пребывание в божественном вдохновении. Итак, Христос говорит, что тот, кто следует за Ним, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. Но прежде всего нам надо обратить внимание на слова Христа, которые мы прочитали, что те, которые ходят за Ним, они не будут ходить во тьме. А почему Христос так сказал? Ведь в другом случае Он говорит, свет во тьме светит, и тьма не может его объять. это Он говорит о себе и о проповеди Евангелия после Его Вознесения. Да, тьма продолжает существовать в этом мире, но существует и свет. Как сказано в Нагорной проповеди, и тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. То есть божественный свет, который Христос возжег в сердцах верных, он разгорелся и он стал уже нашим светом. Да, светит свет ваш пред людьми, как благодатный огонь вспыхивает над гробом Господнем и потом от свечки к свечке от свечки к свечке он распространяется по Иерусалиму и развозится по разным странам. Это такое символическое действие как бы указывает на то, как все это началось. Потому что когда Христос воскрес, свет был столь великий, что воины от страха этого света они побросали оружие и разбежались. И этот свет он прошел сквозь пелены плащаницы, в которой он был обвит, оставив отпечаток тела. Потому что вспышка была во мраке этой пещеры в темноте и возник эффект отпечаток. отпечатка этого света. Итак, фарисеи начинают спорить с ним. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. Собственно говоря, Христос тоже настаивает на том, что если кто-то свидетельствует сам о себе, это неправильно. И мы знаем, что свидетельствовать о себе будет антихрист. Но Христос и не свидетельствует о себе. О нем свидетельствует Отец Его Небесный. В день крещения Господня был глаз Бога Отца с небес и на фаворе был свидетельствующий глаз Бога Отца о Сыне. Иисус сказал им в ответ «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого». Таким образом, Христос говорит, что свидетельство Отца «Сей есть Сын Мой возлюбленный», оно же есть и свидетельство Сына, ибо все, что имеет Отец, имеет Сын, а все, что имеет Сын, имеет и Отец. Таким образом, Божество свидетельствует о Христе человеке, что истинно Спаситель мира, Он Свет этого мира. И через человеческие слова, через человеческие действия этот Свет, как бы преломившись через человеческое существование Христа Иисуса, являет Его истинное Божество. Девеевские сёстры вспоминали, что когда они беседовали с преподобным старцем Серафимом Саровским, то открытыми частями его тела было только лицо и кисти рук. И они были очень белые. Лицо, кисти рук, но тоненькие лучики пробивали сквозь эту белую кожу, золотистые тоненькие лучики через кожу лица и кожу рук. Потому что благодать Божия, она проявляется. Сказано, что нельзя зажегшую свечу поставить её под сосуд. Невозможно укрыть город, стоящий наверху горы. поэтому действия Христа они свидетельствовали о нём и Отец свидетельствовал о нём. И наши действия свидетельствуют о нашей вере. Как сказано, вы письмо Христово, всеми узнаваемое и всеми читаемое, по нам судят о нашей вере. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истины, я сам свидетельствую о себе, Христос свидетельствует о себе больше чудесами, знамениями, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Это было на Иордане, это было и на Фаворе. Тогда сказали ему, где твой Отец? В глазах книжников фарисеев Христос это сын плотника. Сын плотника. И смиренной Марии из Назарета они не посвящены в эту тайну, потому что Бог не прикоснулся к их сердцам. И они спрашивают, кто твой Отец? Где твой Отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни Отца. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Что он имеет в виду? Характер Бога непостижим для людей. И не только для людей, но и для ангелов. Поэтому о пришествии Христа сказано у апостола Павла великое благочестие, беспрекословная тайна. Бог явился в плоти, проповедан в народе, показал себя ангелом. Что значит показал себя ангелом? Ангелы не видели Бога. Они закрывали лиги и восклицали свят, свят, свят. А когда Христос воплощается на земле, мы эту тему обсуждали, Он являет характер Бога Отца. Он раскрывает подлинное намерение Бога Отца. Он сказал Сам, видевший Меня, видел Отца. Таким образом, невозможно понять Отца не через Сына, прийти к Сыну, если Отец не призовет. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому, что еще не пришел час его. У сокровищницы обычно собиралось много народа, которые приходили для пожертвования на святой храм, и не только богатые люди, но и бедные люди приносили свои пожертвования. Опять сказал им Иисус, Я отхожу и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем, куда Я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели Он убьет сам себя? Что говорит, куда Я иду, вы не можете прийти. Здесь происходит то, что Христос сказал ранее, они судили по плоти, а судить надо было по духу, но дух Божий не коснулся их сердец. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира, потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Вот здесь Он называет себя сущим. Сущий это самодостаточное. Самодостаточен только Бог. Вот мы, друзья, с вами существующие, а Бог сущий. понимаете разницу, чувствуете ее. Существующий отключи кислород, убери воду, и существование прекратится, любого существующего. А Бог, как сущий, Он самодостаточен. Это непроизносимое имя Бога, которое так переводится сущий. конечно, для евреев это был вызов, когда он назвал себя сущим, то есть Иеговы, Яхвы. Далее Он добавляет, много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Здесь Он подчеркивает, что очень важно нести свидетельство не свое, а то, что ты услышал и принял от слов Бога. Не поняли, добавляет Он, что Он говорил им об Отце. Это уже слова Яна Богослова. Они не смогли понять Его речь. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Вот здесь мы коснемся коротко вопроса, почему кто-то уверовал, кто-то не уверовал. Я уже объяснял, что вера – это дар Божий, и поверить в Иисуса как в Сына Божий, как в Бога, в Мессию, может тот, кому прикоснется Отец Небесный. Но почему Отец Небесный касается одних людей, не касается других? Одним дают дар веры, другим не дают. Это ответ на внутреннее состояние человека. Ведь даже неверующий человек, если он будет иметь правильное внутреннее состояние, он может пережить Божье чудо. Такой человек описывается в Евангелиях. Это человек, который пришел к Иисусу, он был неверующий, но у него была серьезная проблема. И он воскликнул «В неверии моем услышь меня, Господи!» И Господь, рассмотрев состояние его, его внутреннее состояние отвечает благословением на его прошение. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть очень важно пребывать в Его Слове, а пребывать в Слове Учителя означает читать и следовать Святой Евангелие. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина, когда она проникает в наши сердца, она все расставляет по своим местам. И мы становимся свободными от любого страха, от любого сомнения, ибо дар веры порождает надежду, а надежда усиливает любовь. «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда». Как же ты говоришь «сделайтесь свободными»?» Вот в этом отношении как раз проблема Ветхого Израиля. Они не понимали того, что все человечество в тот момент было заключено в рабство греха, пребывало в рабстве у дьявола. И Христос пришел как освободитель, но им казалось, что они свободные люди. Но в Писании сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. есть какая-то страсть победила нас, она господствует в нашем сердце, а мы порабощены ее движением. Иисус отвечал им «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. То есть мы должны преодолеть вот это состояние рабства греху и состояние чад гнева оказаться на положении чад божьих. И когда мы становимся сыновьями, а сын свободный, наследник отца, это благостное состояние, которое начавшись на земле, оно не прекратится и в вечности, поэтому и сказано, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете, то есть источник освобождения это Христос. Знаю, что вы семя Авраамова, то есть по плоти вы действительно можете происходить от очень благочестивых людей, мы все можем иметь благочестивых предков, но это не означает, что мы сами благочестивы. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего, о ком Он здесь говорит, всякий делающий грех, сказано в послании Иоанна Богослова, есть от дьявола. Христос свидетельствует об Отце Небесном, а они воспаляются ненавистью от своего Отца дьявола, а вы делаете то, что видели у Отца вашего. Но разве они видели дьявола, эти иудеи? Конечно, нет, но они, подпав под его влияние, как бы узрели его лик, проявив ненависть по отношению к кому-либо. Сказали ему в ответ, Отец наш есть Авраам, они ссылаются на заслуги предков, как и в нашем народе принято ссылаться на заслуги предков. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, если бы мы действительно были бы настоящими потомками благочестивых людей, мы продолжали бы и благочестие. Но мы действительно их потомки, но только по плоти, но не по духу, а это очень печально. Ибо по плоти происхождение от Авраама имел Измайл, но он был разбойник. По плоти благословения от Исаака имел Исаф, но он за чечевичную похлебку все это продал. По плоти Рувим был первенцем Иакова, но он впал в блуд. Поэтому чадо по плоти первенцы, они всегда проигрывают в Библии по отношению к другим, более младшим детям. И вместо Измайла занимает Исаак, вместо Исафа занимает Иаков и так далее. вместо Рувима Иосиф Прекрасный «Если бы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Почему Христос здесь называет себя человеком? Он говорит, «Да, вы считаете меня человеком, но я говорю истину». Прислушайтесь хотя бы к этому. «Вы делаете дела Отца вашего», на это сказали Ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного Отца имеем Бога». Христос говорит, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». То есть понять, происходим ли мы от Бога или нет, мы можем, исходя из того отношения ко Христу, который есть в нашем сердце. «Почему вы не понимаете речи моей, потому что не можете слышать Слово моего?» Им действительно было невыносимо трудно слышать его слова, потому что они показывали им их реальное состояние, а не те фантазии, которые они имели о себе. И далее Христос произносит очень такой тяжелый приговор их внутреннему состоянию. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть отца вашего, он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит, он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Итак, дьявол назван человек-убийцей от начала. Ну, разве это так? Первый человек-убийца от начала это Каин, который убил брата своего Авеля. Но действительно, первый убийца от начала это все-таки дьявол, который соблазнил наших прародителей в раю сладости и духовно умертвилых. А все последующие мутации греха были последствия грехпадения. Христос продолжает свою речь. «А как я истину говорю, то не верите мне? Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает Слово Божие, вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Действительно, иногда нам бывает очень сложно выслушивать Слова Божие, особенно если это слова обличения. Когда человек изучает закон Божий и, пробираясь через сложности законодательных решений, вдруг видит свой собственный грех, тот или иной, и отношение Бога к нему, человек может испытать страх. И человек действительно может быть в начале своего паути поврежденным от дьявола настолько, что он как бы потерял Бога как отца своего, а потом он может обрести честь покаяния, возвращение к Богу и возвращение к сыновству Богу, ибо один Творец наш и это Бог. На это иудеи отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самаритянин и что бес в тебе? Почему они его называют самаритянином? Самаритяне-то были сектанты того времени и они используют этот такой шаблон, они говорят как бы не правда ли мы говорим о тебе, что ты сектант? Самарянин это была секта внутри иудаизма, которая отделилась от иудаизма и что в тебе бес? Им так легче говорить, потому что это является их апология, почему они его не хотят слушать? А действительно зачем слушать сектанта и бесноватого? Они говорили о Христе, что он любит есть мясо, пить вино, то есть они говорили разные слова, они говорили, что он творит чудеса силой Вильзевула князя Бесовского и когда люди говорят что-то плохое о другом человеке, это делают с одной целью оправдать свою ненависть к нему. Поэтому блаженному Августину принадлежат удивительные слова «Мы ненавидим тех, кому делаем зло и любим тех, кому делаем добро». То есть сначала человек может сотворить может быть неумышленное зло против другого человека и если он не переживает покаяния и просит прощения этого человека он начинает в своих собственных глазах оправдывать это зло которое он сделал против человека. А как поменять этот вектор? Сделай добро этому человеку и ты почувствуешь любовь к нему ибо действительно мы ненавидим тех кому делаем зло и любим тех кому делаем добро. Однажды ко мне подошел один мужчина который он не мог избежать ненависти к одному человеку и он очень серьезно боролся с этим чувством в себе но не знал что делать. Я ему сказал решение очень простое вы знаете телефон этого человека он говорит да положите 5000 на его телефон и сделайте это так чтобы он даже может быть не понял что это вы положили и когда вы сделаете добро этому человеку вы испытаете чувство любви к этому человеку кого мы любим больше всего детей которым мы делаем добро мы их кормим поем одеваем бываем и чем больше нашей заботы о любом человеке тем больше любви по отношению к нему так вот все эти книжники фарисеи они ненавидели Иисуса только потому что уже приняли решение погубить его и уже какие-то действия предприняли злые против него и это теперь им надо как-то обосновать осуществить апологию собственной ненависти Иисус отвечал во мне беса нет но я чту отца моего а вы бесчестите меня впрочем я не ищу моей славы есть ищущий и судящий истинно истинно говорю вам кто соблюдет слово мое тот не увидит смерти во век а разве мы не соблюдаем слово Божие в этой жизни слово Христа мы стараемся это делать так почему же смерть приступает к нам на самом деле речь идет о смерти вечной духовной смерти а тот кто воспринимает слова Иисуса как господнее руководство к действию он действительно не увидит смерти вовек и даже физическая смерть для него будет переходом из одного состояния в другое когда погаснет свет этой жизни он войдет во свет Христов иудеи сказали ему теперь узнали мы что без в тебе Авраам умер и пророки а ты говоришь кто соблюдет слово мое тот не вкусит смерти вовеки неужели ты больше отца нашего Авраама который умер и пророки умерли чем ты себя делаешь они продолжают рассуждать по плоти Иисус отвечал им если я сам себя славлю то слава моя ничто меня прославляет Отец Мой о котором вы говорите что Он Бог ваш и вы не познали его а я знаю его и если скажу что не знаю его то буду подобный вам лжец но я знаю его и соблюдаю слово его когда мы читаем вот эти диалоги Христа нам хочется иногда понять в каком случае Он говорит и действует как Бог и в каком случае Он говорит и действует как человек и хотя отцы говорят что во Христе мы не должны как бы отделять божественное от человеческого и человеческое от божественного но в его диалогах мы видим его действия и как Бога и как человека например когда он говорит отец мой больше меня он говорит как человек но когда он говорит я и отец одно он говорит как Бог и таких примеров есть очень много по божеству конечно Сын Божий знает когда будет конец этого мира но по человечеству он говорит о дне житом и часе никто не знает ни ангелы ни Сын человеческий но один отец который на небесах и если бы Христос говорил бы только как Бог то мы едва ли бы смогли многое понять и разуметь с другой стороны если бы он говорил только как человек то как бы мы смогли бы пережить обожение восстановление подобия Богу что и считается спасением в православном понимании но то что наш посредник именно Бога человек а как учат святые отцы только Бога человек может быть посредник между человеком и Богом тот который причастен и человечеству и божеству а если бы он был бы только человек он мог быть посредником между человеком и человеком если бы он действовал бы как Бог Бог не нуждается в посредниках он действует как Бога человек и вы не познали его то есть отца а я знаю его потому что сын по божеству предвечно рождается от Бога отца Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца все что имеет Отец имеет Сын и Дух Святой как я уже говорил одна божественная сущность Отца Сына и Духа Святаго ипостасные свойства различительные Отец безначальный Сын предвечно рождается Дух Святой предвечно исходит Он единственный подлинный свидетель о своем Отце поэтому познать Отца мы можем только в Сыне потому что Сын сущий из недор Отчих а из людей никто Бога не видел и видеть не может ибо Бог есть Дух и только в своем воплощении Он являет нам как мы сегодня уже говорили образ Отца характер Отца раскрывает намерение Отца видевший меня видел Отца Он говорит но я знаю Его то есть Отца и соблюдаю Слово Его Авраам Отец Ваш рад был увидеть день Мой Авраам где сказано что Авраам ожидал пришествия Христа и хотел увидеть день Его Авраам было сказано в семени твоем благословятся все народы земли причем слово семя в единственном числе имеется ввиду в одном твоем потомке будет благословение всем племенам земли это семя Христос Авраам ждал когда придет тот который станет богословением для всех народов земли не только для одного еврейского народа Авраам Отец Ваш был рад увидеть день Мой и увидел и возрадовался оказывается душою святые созерцают то что происходит на земле и как ангелы взирали на воплощенного Христа показал себя ангелом проповедан в народе и небожители и увидел и возрадовался то есть Авраам который к тому времени уже умер очень давно но Бог наш не есть Бог мертвых Он Бог живых это сказано о Боге который называет себя я Бог Авраама Исаака Якова на это сказали ему иудеи тебе еще нет пятидесяти лет и ты видел Авраама Он же говорит что Авраам увидел и возрадовался Иисус сказал им истинно истинно говорю вам прежде нежели был Авраам я есть опять вот это имя сущий то есть Иегова Яхве то есть это непроизносимое имя Бога оно как бы имеет два измерения это имя четырехбуквенное это сущий Яхве Иегова это Эхье Ашер Эхье Я есть тот кто я есть вот в двух формах это имя было дано Моисею а через Моисея еврейскому народу Я есть тогда взяли каменья чтобы бросить на него он назвал себя Богом сущий первое имя Ягве Иегова второе Я есть Я есть тот кто Я есть Эхье Ашер Эхье тогда взяли каменья чтобы бросить на него но Иисус вскрылся и вышел из храма пройдя посреди них и пошел далее Надо сказать что в Евангелии по-моему два раза говорится о том что Христос проходит сквозь толпу которая решила его погубить в одном случае в Капернаумии его хотели сбросить со скалы а в этом случае они взяли камни чтобы в святом городе в Иерусалиме забросать его камнями давайте посмотрим гамилию на Евангелие 16 гамилия Григория Великого Наш Искупитель милостиво удерживает их от лицезрения своей плоти и ведет к созерцанию божественности говоря истинно истинно говорю вам прежде нежели был Авраам я есть ведь прежде был прошедшее время я есть настоящее и так как у божественности нет ни прошедшего ни будущего времени но всегда настоящее он не говорит я был прежде Авраама но я есть прежде Авраама поэтому и Моисею говорится я есть сущий и скажи сынам Израилевам сущий послал меня к вам Христос проглашает два имени Бога которые были открыты Моисею и эти люди пришли в неистовство и ярость и они хотят побить его камнями но он проходит посреди них и скрывается святитель Иоанн Златоуст об этом последнем обстоятельстве пишет а они бросали камни так-то они готовы были к убийству и делали это самовольно без всякого исследования почему же он не сказал прежде нежели был Авраам я был но я есть как отец его употребил о себе это слово есть так и он оно означает пресносущность бытия независимо ни от какого времени поэтому слова эти и показались им богохульными и если они не потерпели сравнения с Авраамом хотя это и было малозначительно то могли ли перестать бросать в него камни когда он стал часто сравнивать себя с отцом получается что с одной стороны Христос являет божество через свое человечество с другой стороны это неизбежно порождает ярость демонов которые в этих людях ибо демоны веруют и трепещут и это общество все пришло в движение потому что Христос произносит непроизносимые имена Бога эти имена по еврейским законам того времени можно было произносить только в храме и только один раз в году особенно вот это имя сущий Яхве произносилось в день Иом Кипур судный день и его произносил только первосвященник входя во святая святых и когда еврейский народ слышал это имя то все падали ниц перед страхом этого имени Христос выводит это имя на улицу он говорит рядом с храмом так он и сам есть Бог который стал плотью подобен нам во всем кроме греха ходил по этой земле жил с нами 33 с половиной года итак сегодня мы изучили еще одну главу Евангелие от Иоанна это восьмая глава в окончании которой Христос как бы расставил все по своим местам и провозглашает свое божество единосущное Богу Отцу и Богу Духу Святому теперь от реакции как они поведут себя зависит судьба этих людей и целого народа и мы знаем что когда Христос был распят пройдет пройдет всего несколько десятилетий и в 70 году Иерусалим будет разрушен Христос умирает в 33 году в 70 Иерусалим разрушен храм разрушен народ рассеян по окраинам империи потому что они не приняли пришествия Мессии Христа они оттолкнули Бога который соделался быть человеком как один из нас нас ради человек и нашего ради спасения Христос Христос